Долларовый миллиардер Минпромторг Новосибирской области простимулирует потребительский рынок, который сегодня играет ключевую роль в формировании экономики региона. По итогам прошлого года в отрасли занято 264 тысячи человек. Причем одной из важнейших ролей в этой сфере играют ярмарки. Только в прошлом году их было 1800. Суммарный товарооборот составил порядка 900 миллионов рублей. Сегодня постоянно действуют две городские ярмарки и одна областная. Это площадки, где торговые места предпринимателям предоставляют бесплатно, а они в свою очередь товар продают практически по себестоимости. Получается дешевле на 15-20% чем в магазинах. Экономика примерно простая. Эффективная, неэффективная. Давайте вот с вами разберемся. 365 дней в году, 52 недели у нас в году в том числе. Как минимум у нас ярмарка 52 дня не работает, потому что это выходные. Средним оборотом, вот мне вот каждый день присылают, эти цифры составляют миллион 300-1 миллион 700. Ну, округленно 1,5 миллиона. Даже если мы 310 дней умножим на 1,5 миллиона, получится примерно оборот где-то 400 миллионов рублей. Ну, по-моему, довольно-таки неплохой оборот. Если мы при этом еще понимаем, какая налоговая нагрузка с этого уходит, то, очевидно, те средства, которые мы тратим, они гораздо ниже, чем те налоги, которые мы получили. К другим темам. Обвал рубля россиян не беспокоит. По крайней мере, таковы результаты опроса, проведенного накануне в ЦИОМ. Еще в прошлых исследованиях аналитики выяснили, что большинство россиян настроились на падение рубля, однако продолжили хранить свои сбережения в национальной валюте. Нынешний опрос показал, что большинству, 60% россиян, соотношение курса валют вообще безразлично. Только 36% респондентов подтвердили, их экономическая ситуация тревожит. 66% заявили, что не собираются ничего предпринимать, даже если экономическое положение в стране ухудшится. 0 евро. Купюру таким достоинством выпустили в Германии. Деньги, конечно, не настоящие, сувенирные. Но их быстро раскупают. Выпуск приурочили к 200-летию Карла Маркса. Собственно, именно он на банкноте и изображен. Вот так купюра выглядит, а стоит 3 евро. Первый тираж, кстати, уже разобрали. Причем, как говорят в туристической компании, которая выпустила 0 евро, деньги уже разъехались по всем континентам. Новый тираж 20 тысяч купюр напечатают и начнут продавать 23 апреля. А Банк России тем временем увеличил выпуск новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей. На сегодня их доля в общем количестве банкнот составляет почти 2%. По сравнению с началом года количество банкнот номиналом 200 рублей увеличилось в 4 раза, количество банкнот номиналом 2000 рублей в 5 раз. В Центробанке тот факт, что приходится печатать еще деньги, объясняют популярностью новых купюр. Многие разбирают их на сувениры, поэтому процесс ввода новых денег в полноценный оборот так затянулся. Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Цитата дня в деловых новостях. Китай и Россия поддерживают стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны их испортить. И напоследок, на Гавайях запретят крем от загара. Конгресс США сейчас как раз обсуждает эту инициативу. Экологи утверждают, что ежедневно в воду попадает более 200 литров крема от загара, которые в свою очередь разрушают главные туристические достопримечательности штата – Коралловые рифы. А на этом у меня все. До встречи.